В прошлом уроке был вопрос о том, можно ли человеку, который хочет, допустим, сесть в кружок знания, кружок изучения Курана, перед этим постоянно что совершать два раката, как бы прося благодать Аллаху Субхану Таре. И мы шейх говорит, ответили, что это не передается ни от пророка, ни от салифов, ни от праведных предшественников. И задающий вопрос, повторил вопрос и спросил, что делать с известием о том, что имам Аль-Бухари, он совершал два раката, перед тем, как хотел внести какой-либо из хадисов в свой сахих, в книгу по сахиху. Это молитва была не для благодати какой-то и так далее. Это молитва, что называется молитва из тихара, известная всем нам, когда человек обращается к Аллаху Субхану Таре, когда сомневается, сделает что-то или нет. Так вот, он обращался к Аллаху Субхану Таре с этой молитвой из тихара, как нас научил пророк, перед тем, как вносить хадис в книгу сахих, вносить его или не вносить. И потом важная очень основа, что даже кто бы это ни был, если человек в чем-то противоречит сунне пророка, пути пророка, то нам было верено следовать пути пророка, а не пути каких-то людей.